Ограниченные возможности не помеха для занятий спортом, считают участники спартакиады. Каждый год эти люди приезжают в Сочи посоревноваться и, конечно же, отдохнуть. Сегодня по плану соревнования по настольному теннису и дартсу. Среди спортсменов есть и профессионалы, которые уже успели поучаствовать на крупнейших всероссийских турнирах. Любители не отстают. Участвую частенько, как только приглашение отправляют, мы сразу принимаем, никогда не отказываемся. Участники будут мериться силами в шести видах спорта. Это настольный теннис, дартс, боча, волейбол, сидя, стритбол и легкая атлетика. На спартакиаду в Сочи съезжаются команды со всей Кубани и даже из Москвы. Здесь им действительно комфортнее, чем в своих городах. Это результат создания безбарьерной среды. Спорт и отдых – не единственные занятия. Здесь общественные организации инвалидов могут обсудить насущные проблемы людей с ограниченными возможностями. Обмениваются все по безбарьерной среде. К Олимпиаде, к паралимпийским играм очень много сделано в Сочи. Ребята, многие завидуют, конечно. И сейчас вот председатель наш Стекольников Олег Анатольевич, он занимается безбарьерной средой в городе Сочи. Его приглашают во многие города-крае. Он в Ростове был по консультациям, по строительству. Спартакеада продлится до 26 мая. В ее рамках пройдет обучающий семинар «Бизнес и трудоустройство для людей с инвалидностью» и «Творческий вечер» наша Паралимпиада. Спортсмены посетят и Красную Поляну, после чего разъедутся по своим городам. Но ненадолго. Уже в сентябре люди с ограниченными возможностями со всей страны снова соберутся в Сочи на творческом фестивале. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова